К другим темам. Турнир по карате имени дважды Героя Советского Союза Виктора Горбатко состоялся в Люберцах. Одиннадцатые по счету соревнования собрали более 500 спортсменов из городов-героев и городов воинской славы России, а также из стран ближнего зарубежья. Турнир по карате имени дважды Героя Советского Союза Виктора Горбатко. Это всегда захватывающее и зрелищное шоу. В церемонии открытия поучаствовали кремлевские солдаты, отряд специального подразделения Семеновского полка Минобороны. Среди почетных гостей праздника. Герои России и Советского Союза, именитые спортсмены и представители местной власти. Дорогие ребята, здесь у нас юные спортсмены. Вы уже все победители. Если вы оказались здесь, вы уже победители. Это самое главное. Поэтому порог в жизни. Будьте победителями. Побеждайте, я уже извиняюсь, лень. Побеждайте нехорошие привычки. Проведение ежегодного турнира – это дань памяти героям, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Традиционно в этих соревнованиях участвуют лучшие каратисты из городов-героев и городов воинской славы. Минска, Санкт-Петербурга, Тулы, Москвы, Волгограда, а также спортсмены из Азербайджана и Казахстана. Возраст участников от 6 до 50 лет. Это искусство, которое помогает тебе в жизни. Оно помогает здоровью. У меня 21 медаль и 4 или 3 кубка. Значимое мое первое место на первом светуле. А Сергей Петров уже шестой раз становится победителем этого турнира. Вот и в этом году спортсмен снова стал сильнейшим в категории 18+. Каратист из города Чебоксары – серьезный соперник для многих. За 18 лет кропотливой работы стал обладателем чемпионства мира, России и Европы. Я выбрал каратэ, потому что для меня занятия каратэ олицетворяли собой рост. Не только физический, но и в плане укрепления характера, самодисциплины, воли к победе. Сейчас для меня это как образ жизни. Я выступаю, привожу детей на соревнования и получаю удовольствие. Почетными гостями и судьями турнира ежегодно выступают именитые лица. Японский сенсей Танако Токинори и президент Национальной ассоциации каратэ Алексей Долгов. Всего в этот день на татаме вышли более 500 каратистов. К каждому из них предстояло несколько боев. В течение всего дня они сражались в поединках по олимпийской системе в трех категориях. Уникальный турнир у нас еще здесь тем, что у нас второй год подряд выступают ребята-спортсмены по паре каратэ. Это как раз мы специально сорганизовали, потому что это востребовано. Это не то, что модно, а людей приобщить к спорту. Тех людей, которые хотели бы этим заняться, но не знали как. По итогам 11-го турнира имени Виктора Горбатко обладателями медалей стали более 200 спортсменов. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки.